Это любимая тачка шейха Что происходит? Вот только гляньте, это лучше, чем дворец в Геленджике Ты видишь это? Оу май Дерево просто посреди дома Это что-то на богатство Просто это ходит ходуном Вау Твоя лагуна уже запущена Сразу чувствуем такой неприятный запашок китайский Нормальная раковина, часы нормальные, холодильник нормальный А может быть это просто для детей? Он боится, что я угоню тачку А на этом моменте мы закрываем дверь Ребята, привет! И в этом видео вы узнаете, как прокачивают тачки-арабы И как они же прокачивают свои дома за несколько миллионов баксов Видео обещает быть очень интересным Так что оставайтесь со мной и поехали! Чтобы вы не потерялись в материале Будем поэтапно обозревать разные виды дооснащений Что здесь любят? Во-первых, здесь любят дооснащать подвеску И мы сейчас на примере этого Каена это поймем Стоит это где-то от 20 тысяч треха То есть примерно от 300 тысяч рублей Именно сам материал, как я понимаю Фарид, да? Фарид будет нашим гидом сегодня Потому что он еще раз показывает Фариду Вы уже с ним знакомы Ребята из Авто Айк Фарид, представитель дубайского филиала Смотрите, тут очень классная система Здесь подвеска адаптирована по езде по оффроуду, по пескам Выглядит она достаточно уверенно За счет того, что посмотрите просто, насколько Каен привстал Вот вы бы посмотрели на этот Каен в городе и поняли Ну, короче, тут прям что-то сильное едет И что еще сразу бросается в глаза? Вот такая вот эта профильная резина Конкретно эта резина не самый лучший вариант для песков Сейчас я покажу вам самый лучший вариант для песка Вот такая резина с таким рисунком Когда ты залежаешь на песок, ты должен скинуть давление в шины Ну, где-то в одну-вторую, чтобы не закопаться Потому что закопаться можно просто на изи Даже вот на таком мастодонте Что еще интересного в этой этажке конкретно? Тут мы видим особый пульт Еще, кстати, одна фишка Дубая Здесь никто машину не закрывает Это чисто Канада нулевых Ты можешь выйти из дома и не закрыть квартиру И быть уверенным, что никто ничего не стачит А может даже что-то и принесут там Соль, перец Смотрите, это пульт управления Светом Выглядит он очень уверенно И смотрим, как это все выглядит снаружи Огромный Прожектор Софит Наверное, он может светить метров на 500 вперед Заехал в пустыню Разбил там палатку, подсветил Как будто вот на футбольном поле стоишь И все подсвечивается Вот еще такие мощные тоже светила И дополнительно вот сюда Как я понимаю, в оригинале у Каена такого нет В Каена там, по-моему, поворотники в оригинале Ну да, просто у Каена там... Видишь, у них же еще обычная фара переделана тоже Да, и тоже Короче, оптика здесь очень сильно дооснащается И примерно такая переделка будет стоить Мне кажется, больше 30 тысяч дирхам Со светом-то Конечно, да Следующий вариант переделки Мы перемещаемся в сторону бампера Пойдемся смотреть Такое ощущение, просто как будто мы забрались в какую-то индустриальную зону Тайком, на самом деле, так оно и есть Сегодня никто не работает Мне очень нужно для вас снять ролик, ребят И просто мы забрались на какую-то парковку, где стоят все эти тачки Они здесь дооснащаются Обычно здесь их просто в 5 раз больше, все забито Но сегодня никто не работает, потому что в воскресенье Видите, то есть обычно бампер пластиковый А тут он железный, просто из Мэн Макса И делается это для того, чтобы уверенно тоже ездить по пустыням То есть, в принципе, тюнинг здесь сепарируется на две части Первая часть это именно дооснащение для оффроуда Не классического оффроуда, как у нас в России Не забываем, что это страна с огромным количеством песка И здесь они тачки подготавливают именно по езде по барханам То есть, это по типу какой-нибудь такой дакаровской гонки Идеальный вариант это, наверное, дакаровский КАМАЗ Здесь просто он птица, как такой, самый главный в иерархической ступени И сколько уходит примерно по времени, чтобы сделать машину? Если все есть, то в районе 10 дней Серьезно? Вы слышали о таких сроках у нас в сервисах? Вот сколько будет стоить такой бампер поставить? Вот именно такой, чтобы они сами создали кастомский Стоит от 3000 зеркан Всего? Это вместе с работой, со всеми материалами? Нет, здесь получается железо и плюс работа сварщика А лебедку поставить дополнительные бабки? Конечно, лебедки бывают абсолютно разные Это от мощности зависит и дополнительный свет Хотите вы придать своему автомобилю уверенному такого вида? Чтобы был прям грозой дорог? Просто приезжайте, даете 800 баксов и вам делают вот такой вот стиль Mad Max Окей, это еще один вариант для оснащений Сейчас мы конкретно пробегаемся под оснащением для пустыни Потом мы перейдем уже, ну как это сказать? Тоже для пустыни, только для других гонок До комфортной езды сзади и спереди Ребята, наконец-таки наступила весна В Дубае, конечно, лето, но в России наконец-то потеплеет, птички запоют Начнется сезон сухих дорог и приятной езды Кто-то будет покупать новую машину, а кто-то наоборот менять и продавать свою Может быть и владельцы этих машин захотят что-то продать? Если бы они жили в России, я бы 100% посоветовала им продавать свои автомобили через Авито Вы все прекрасно знаете, что Авито — сервис, который позволяет продать машину выгодно и быстро Но вы знали, что ежедневно 5 миллионов человек ищут себе машину Так что продать свою не составит труда Например, я зашла на Авито и за 10 минут нашла эту малышку в прекрасном состоянии и по рыночной цене Или BMW X5 с хорошим описанием и фотографиями Ну неудача ли приобрести такого красавчика? Они разлетаются просто за мгновение, так что настоятельно советую вам об этом задуматься Продайте машину выгодно на Авито На Авито так много покупателей, что вам остается только выбрать одного из них Я хочу вам показать одну из самых популярных машин здесь Это любимая тачка Шейха И здесь ее по-особенному любят в тюнинге Это Nissan Patrol Давайте перейдем вон туда Это старый кузов Но его специально выпускают заново Потому что его очень любят как в Японии, так и тут И большое количество местных локалов покупают именно вот такой модельный ряд этих Nissan Patrol А еще что они делают? Они, я вставлю видос, они прокачивают эту тачку там 1200 сил делают в ней И эта машина может спокойно на лопатки уложить в Bugatti Ну Верон точно уложит насчет Широна, я не знаю Но есть видосы, где эта машина огромная, просто огромный Мамонт уделывает Веру Но это, конечно, очень интересное зрелище И я бы такое хотела увидеть вживую Но пока такой возможности не предвиделось Наверное, вы думаете, зачем я стою рядом с этим Nissan Patrol Нет, его не прокачивают до 1200 сил Его мотор делают более резистентным к температурам Дубая Вот вы можете заметить, что здесь стоит алюминиевый радиатор Обычно такой он идет, он идет пластиковый, он идет маленький А тут он более объемный по своей вместительности Чтобы мотор лучше охлаждался Потому что, как мы помним, здесь температура летом достигает 50, а может быть сколько? 55 даже градусов может быть 60 60, ну короче, вы как будто в бане живете И вот представьте, каково вашей машине Она, во-первых, скорее всего, не на подземном партинге у вас Скорее всего, она будет ездить в это время И ей нужно нормально так охлаждаться Вот, короче, ставятся вот такие вот радиаторы Чтобы машина могла спастись от такой жары И если вы едете в пустыню, то вам нужно еще большее охлаждение Я хочу видеть, как вы смотрите мой видос И не просто пьете чайоку и едите печеньки А это все записывайте, потому что это реально очень интересная информация И такого еще никто, наверное, не рассказывал Я думала, что если машина находится в пустыне И что ей нужно ставить какой-то очень плотный фильтр Чтобы во всю ее конструкцию не попадал песок Иначе она, ну что, откажет Она скажет тебе, нет, фиг там плавал Я работать в таких условиях не буду Оказывается, они ставят тут фильтр нулевого сопротивления Чтобы машина лучше дышала То есть, получается, они убирают меньшее зло из большего Потому что есть шанс, что машина ляжет от температуры А есть шанс, что ляжет от песка И лучше она ляжет от песка, чем от температуры Типа тут что один стул плохой, что другой, на который садишься Вот такой неожиданный переворот моего лука произошел Вы меня еще не видели ни разу, наверное, видео на каблуках Именно на ютубе Что я вообще здесь делаю? Как я оказалась из того гаража, где мы с вами сейчас только что смотрели тачки В таком огромном доме Нет, я не покупала себе пока дом за 20 миллионов баксов Кстати, этот дом стоит 20 миллионов баксов Но сейчас я решила, почему бы просто вам не показать тюнячку домов Типа есть тюнинг автомобилей, а есть тюнинг домов от арабов И вы прямо сейчас увидите, как это все выглядит Мне кажется, что это интересно Потому что я очень интересуюсь Что скрывается за этой дверью? Что-то мне надо выдохнуть, потому что долго сюда шли Вы готовы? Оу май! И тут еще очень приятный молодой человек идет в составе с этим домом Привет, Андрей! Андрей сегодня будет нам показывать этот дом Еще раз, сколько он стоит? Этот конфетный уже продан И он стоил, наверное, около 4 миллионов долларов Откуда 20 я взяла? 20 стоят большие, это маленькие Тогда переписываем 4 миллиона баксов, ребят Я вас обманула, но на каких-то 16 миллионов Ну что такое 16 миллионов? Мы просто не сможем с вами попасть в тот, который стоит 20, потому что его и встроят Это как такая уменьшенная его кофе Я пытался торговаться с девушкой, которая там стоит И спросить прям точную цену, но она не знает Она только наливает кофе здесь Ну ладно, ничего страшного Пойдемте смотреть, что там внутри Дубль, это не ваша тема, да? Да нет, мы все пишем, прям поливаем Что делает Андрей тут? Андрей, во-первых, брокер У него есть свое агентство недвижимости И он настолько спец по вот таким вот и лакжери сегменту домов, вилл и особняков Так еще и по недвижимости для обычных смертных Да, обычные смертные больше честь наших лет Блин, это еще огромный баобаб или что это? Дерево просто посреди дома, вы прикиньте? Кто-то доезжал и спросил, за что деньги вообще здесь платят Деньги платят за это, на самом деле это не понты Деревья здесь большая редкость И вот вырастить дерево у себя И причем выбрать, когда сорт дерева тебе вырастет То дерево, которое ты закажешь Деревья, вода, чистая вода, чистый воздух Это действительно проблема для Дубая Потому что есть экология И здесь все клево, кроме экологии И все, что каким-то образом относится к экологии За это люди готовы переплачивать Стойте здесь, я вижу, что к нему можно пройти Это реально Сфоткай, типа я рядом с деревом Ничего себе Это просто вау И там реально очень чистый воздух И там прохладно Если ты задолбался находиться в закрытом пространстве Ты выходишь туда, дышишь свежим воздухом И как бы заходишь обратно, свои дела делаешь Поехали дальше Это что, полок или... Я думаю, что это какой-то заказ, да Но это на самом деле, скорее всего, по поводу искусства Которое здесь домашнее Все, что интерьерная какая-то живопись Она в Дубае, по моему мнению Не на самом каком-то офигенном уровне Но здесь очень много сейчас выставок проходит То есть можно пойти, есть куда пойти И взять себе, купить то, что тебе нравится Ну это просто такой шоу-вариант, который может... Да-да-да, это просто шоу-вариант Здесь никто не будет, конечно, вам вместе с домом Скорее всего, продавать что-то за миллионы долларов А что у нас тут? О, это у нас гостевой санузел Две раковины На всякий случай Если у вас какие-то терки постоянно там с утра Очередь в туалет Можете вот двумя раковинами воспользоваться А тут, наверное, гардеробная Давай я буду угадывать Нет, тут огромный гараж Гараж на где-то 4 машины, наверное Еще есть подземный гараж И подземный гараж? Да, это если тебе не хватит 4 машин поставить место Ты можешь загнать еще парочку вниз Машина в Дубае, это очень важно Это реально член семьи И обычных несколько Иногда виллу покупают именно для того, чтобы сюда поставить как можно больше машин Если тебе лень подниматься на второй этаж, то есть лифт на второй этаж Лифт! Ребята, вы видели в доме лифт? Я говорю сейчас не про многоквартирный жилой дом Я говорю просто про свой дом И ты можешь не поднимать там чемоданы сами наверх А там заходить вот так вот Кстати, очень даже вместительный Ну, у человека два точно поместится Ну, это лифт для хозяев Здесь еще где-то спрятан лифт для отстава Чтобы вы, не дай бог, не пересекались Это очень странно Ох, это что-то на богатом Так, тут у нас диван, на котором ты сидишь И рассматриваешь свой оазис впереди То есть это бассейн с видом на еще один бассейн Да, там тоже можно плавать То есть это пресная вода И там, видишь, есть пляж И есть даже зоны для отдыха Вот здесь бассейн Но здесь, видимо, кому-то хочется песочка Песочек находится, конечно, за границей дома За бассейном, я поняла Но здесь будут виллы с выходом на пляж То есть еще будет спуск такой Да-да-да, здесь просто нету Ландшафт не подразумевает Там будет Но здесь своя... Как ты видишь, здесь можно припарковать свою лодочку А вот это вот так открывается, что ли, или как? Сама! Открывай! Низить пришел So we can open the door with iPad, yeah? Просто... Это, знаешь, как в лучших просто фильмах Типа, я Тони Старк, и это моя вилла А нас даже не пригласил Просто вот так вот открываешь с помощью iPad'а Заходим и закрываем Ну это просто какое-то шато А это правда, что на некоторых виллах устанавливают солнечные панели сверху? Этим балуются, я это часто вижу Но, честно говоря, я не думаю, что здесь у тех, кто покупает за 20 миллионов долларов виллу Возникают какие-то проблемы с электричеством Но вообще здесь идет такая установка на экологию, на зеленую энергию Ну вот я вижу, что тут очень много именно отсылок к природе Допустим, столик, он из какого-то корня дерева Здесь работал итальянский дизайнер, довольно клевое бюро И мебель их, по-моему Здесь очень важный момент, что не так часто застройщики обставляют еще мебелью То есть все делают полностью Отделку, да, делают и кухню Но мебель обставляют не так часто Но здесь вилла прям под ключ, и весь этот проект под ключ Если бы я покупал, я бы предпочел, чтобы мне все сделали Это вот как раз-таки про то, как мы говорили в тачках То есть они готовы переплачивать за функционал Ты этим всем будешь пользоваться Ты не будешь сам раскрывать эти огромные широченные двери Ты будешь использовать это через айпад Но и здесь и эстетики, эстетического момента очень много Хоть мы находимся в исламской стране и так далее Но у них большой упор на Европу, на такой европейский дизайн Можем переместиться на кухню Ты забрал айпад? Конечно У нас проблема Он отключился от двери Давай ты попробуешь? Потому что я начинаю паниковать А вот sliding door Все Мы нашли Door open А пока, ребят Пока у вас еще свежие эмоции И вы с жиром не беситесь, как мы Чем еще можно удивить? Как бы тут каждый элемент у тебя удивляет Напишите ваше мнение За это, если бы у вас были такие деньги Или у кого есть такие деньги Вы бы отдали 4 миллиона баксов? Так, кладем обратно Это у нас стол, наверное, из натурального какого-нибудь мрамора Да, здесь камень вообще очень любят в Дубае Потому что здесь очень жарко же И поэтому любые поверхности, которые сохраняют холод Они более практичны Я пару раз видел металлическую мебель уличную Вот она, наверное, нагревается как следует Там можно прилипнуть навсегда This is the kitchen И тут, смотри, это кейтеринг такой Смотрите, маленькие такие Ну, это вот эта высокая кухня Я люблю, когда будет огромная такая шаурма Андрей, есть вопрос к тебе Как это использовать, если ты домохозяйка? Во-первых, давай так Смотрим правде в глаза Чаще всего домохозяйка здесь не стоит Чаще всего стоят сотрудники Поэтому это... Поддержишь? Сейчас я просто пробую Но надо же все-таки практичность и функциональность Я просто жду, как мы что-нибудь сломаем И будем должны Блин, ну, я не знаю Меня вопросы вызывают это раковиной Хорошо Она непрактична Не бери Когда ты будешь работать у такой хозяйки Ты и выскажешь Я? Работать у такой хозяйки? Я, конечно, умею руками работать На самом деле, я не знаю, действительно Я такое видел конструкцию несколько раз Я не знаю, как там моют посуду Согласись, что это немножечко странно Может быть, это такой дизайн Может быть, это непродуманность какая-то Тем более, мы можем заметить А получается, ты понял, что это огромная махина И эта глыбина Она не полая внутри Она... Ну, то есть, это вот-вот На самом деле, острова такие Они суперудобные Я никогда не понимал, почему нужно делать такие огромные тяжелые конструкции Сейчас, наверное, вы где-то на середине моего видоса Вы увидите примерно вот такой же закос под мрамор в одной машине В классе Только там был не мрамор, а пластик Вот оцените, как это должно выглядеть Посмотрите, если по бокам колеса приделать То в целом... Это какой-то катафалк будет, Андрей, а не машина Это выглядит как автомобиль Следующий вид тюнинга Это тюнинг по улучшению комфортной составляющей автомобиля И по улучшению просто его как бы салонной части Сейчас будем рассматривать В-классы и другие тачки Это нужно видеть Это просто вот шедеврально, я считаю Пойдемся Вы могли подумать, что это В-класс? Нет Это Майбл Блин, я не могу, я должна задержать дыхание, чтобы зайти Внутри салона Ой, как воняет Китай, ужас какой Причем самое интересное, что они говорят, что они Производят эти машины в Европе И это не Китай, это именно Европа Смотрим, что здесь есть Во-первых, вы только гляньте Это просто, это лучше, чем дворец в Геленджике По своей вот отделке Это пластик, сделанный под камень Хотя это даже не камень, я не знаю, что это Это, наверное, какой-то типа а-ля мрамор Здесь четыре посадочных места Есть беспроводная зарядка Нету телевизора И за что они просят такие деньги, если здесь нету телека Просто это ходит ходуном Если ты поедешь на этом В-классе в деревню к бабушке То ты просто останешься без многих деталей здесь Они будут шататься вместе с тобой Ты что, Давид еще включил, что ли, качать все эти штуки? Зато здесь есть место для хранения Здесь вы можете складировать свои носки и трусы Потом что? Здесь еще одно место для хранения Какая-то непонятная кнопка То есть тут настолько все несуразно сделано Просто очень несуразно Ты не знаешь, от чего кнопка Что ей переключать Какая кнопка к чему ведет? Просто плашки под акустику нереально какие-то Я не знаю, у меня нету слов Я просто не могу такое комментировать Эта машина стоит больше 10 миллионов рублей И причем ее кто-то купил, понимаете? Человек, дай бог тебе здоровья Просто кататься на такой машине Я просто восхищаюсь Искренне восхищаюсь людьми, которые покупают такую машину Ведь они заставляют почувствовать такую машину нужной кому-то Так, тут мы, получается, после завтрака Присаживаемся, пьем кофе Смотрим на красивый вид И вообще даже не ощущаем, что мы находимся от береговой линии достаточно далеко Вообще, к береговой линии можно не привязываться в Дубай больше Так я наоборот думала, что свежий бриз идет к тебе А ты не жаришься Когда-то свежий бриз, возможно, и шел Но теперь ему мешает огромная густо-заселенность Я вам всем советую начать перестраивать свое мышление Потому что есть несколько замечательных мест Мы вчера были в Крик-Харборе в классном районе Через год-два-три Дубай будет абсолютно другим Абсолютно другие точки Ни Пальма, ни Марина Все переедет Как же вот эти вот насыпные конструкции в виде Европы Они будут развиваться Это будет развиваться Просто сейчас фишка в другом Создавать искусственные лагуны Сейчас одна американская компания, которая строила в Майами И заливала лагуны Они сейчас строят здесь И через 2-3 года будут уже запущены лагуны В нескольких местах Дубая И вы не узнаете Как вам формулировка запущена лагуна? Твоя лагуна уже запущена То есть они сейчас меняют фактически свою экологическую обстановку полностью Вообще есть план по смене, в принципе, температуры На 2-3 градуса хотят опустить температуру И недавно было много дождей Возможно, ты попала под них Это большая редкость Я приехала спустя неделю, было прям хорошо Вот, да Это первые запуски вот этих вот экспериментов Над температурой То есть это был не природный катаклизм Это было искусственно сделано Природный катаклизм мог идти здесь минут 10 Здесь шли дожди Жесть, вы понимаете? То есть у нас чистят небо, а тут дожди запускаются Андрей, ты столько всего знаешь? И ты где-то это рассказываешь, кроме вот сейчас мне? Жене Ну не, ну телеграм-канал там Я скажу это в телеграм-канале своем А Дубая Вот, и стараюсь еще ходить на всякие интервью И так далее Ну телеграм-канал в основном Короче, ты популярный чувак тут Который всем рассказывает про недвижку Про интересные вот такие моменты Которые, тренды, которые двигаются в Дубае Куда может быть вкладываться По инвестициям в недвижимости Да Короче, ребят, я оставлю ссылку на Андрея внизу Потому что реально интересно послушать это все и почитать Я думаю, что многим из вас будет интересно Это все чек-аут Так что подписывайтесь И это не реклама Это просто вот, ну, как сказать Прямая от себя Ну как реклама тоже классно звучала Реклама Очень нативная Мне очень понравилось Ты классный чувак И ты известный чувак Машина стоит 8 миллионов рублей А то и больше С экспортом, я думаю, ну, лямов 10 будет стоить Заходим Сразу чувствуем такой неприятный запашок китайский И видим плитку, как у бабушки Но это не плитка Это ковер из шерсти коров Я не знаю, натуральная шерсть или не натуральная Но выглядит это немножечко странно Ну окей, на любителя Идем дальше Видим потолок Это еще более-менее нормальный звездный потолок Но посмотрите на сочетание цветов Просто здесь какая-то подсветка холодная Здесь пульт Как ключ от X7 Или какого-то такого агрегата С опечатком пальца что-то Как будто игровой автомат Смотрим наверх Там какое-то непонятное панно Плафон С подсветкой Постоянно меняющий цвет И это только на первый взгляд Я еще не прибегала к деталям Дальше едем Смотрим, видим, что здесь дефлекторы Установлены просто Ну китай-китай Они просто вот так вот ездят Шатаются И это даже трогать неприятно Но пульт еще более-менее нормальный Это стандартный пульт Который ставят, если делают контурную подсветку В салоне Это еще более-менее Трогаем Блин, просто Это так неприятно трогать Это настолько пластиковое И дешевое пластиковое Что вот просто не хочется пальцем нажимать Эти все детали USB-шка Если нужно тебе подзарядить Старого образца телефон Вставляешь не Type-C, а USB Сам консультант Говорит, что эти сидения не отодвигаются То есть это фактически В-класс С двумя всего посадочными местами Сзади Но по факту Они должны двигаться Потому что здесь видите Как стык стоит Ну тут прям конкретно Это сидение отодвигается Но консультант не знает Говорит, что всего два посадочных Если ты посмотришь Вот на эти вот подстаканники То тебе сразу вспомнится Какая-то Турция С ее вот этими дешевыми игрушками Которые ты можешь выиграть В каком-то тире Пластик вот прям такой Так неприятно даже цвет отражает Ну и я не говорю про плашки Бурмистер Конечно, это не какой-нибудь Бурмистер Это просто обычные колонки Стоит ли это 10 миллионов? Наверное, не стоит Востребовано было бы это у нас У нас, наверное, нет Потому что у нас все-таки получше Делают все вы классы Давай спустимся вниз Что там? Здесь, собственно, кинотеатр есть Ребят, когда я на каблуках Я чувствую себя такой фифой Даже нельзя сказать, что недавно Я держала шпатель в руках И ремонтировала семерку BMW Так, а тут у нас Вау, кинотеатр Понимаешь, когда Дима лежит дома И ничего не делает Я просто присматриваю На домик на будущее Занимать важным делом Мне ковер не очень нравится Он такой, конечно, на вкус и цвет Но... Вот в классе был лучший ковер Вот это поворот! Ты бы взял такой себе? Ковер, да Ковер прям очень крутой Ты серьезно? Ну да, прикольно Игорь, а не расстраивай меня, пожалуйста А это что? Это белая комната Это изолятор? А, это лаунда А, это лаунда А, это лаунда Лаунда, да, да, да А тут у нас что? Это вход в Нарнию А тут еще дополнительный гардероб Это небольшой дом, кстати, я уже говорил То есть он, на самом деле... Сколько метров здесь? Надо узнать Ну, я уже насчитала так своими шажками маленькими Ну, мне кажется, метров пятьсот здесь есть Ну, я думаю, да О, вот это уже нормальная кухня А не какие-то ваши вакабоны Нормальная раковина Можно уметь, стирать всякое Как будто бы первый раз Ой, ты сильно ошибаешься Нормальную раковину Чувствую нормальную Холодильник нормальный Нормальный! Нормальный! Я думаю, что сейчас самое время пойти наверх Ооо, там что, тренажерный зал есть? Ребята, там тренажерный зал есть Он такой маленький совсем Здесь бывают виллы, кстати, прям реально с полным комплектом Побегать, покрутить колеса И что-то поделать еще вот на этой штуке Да, он символический, на самом деле Это не считается полноценным спортзалом по меркам Дубая Вообще даже на колбуках удобно И ты еще можешь положить сюда телефон и заряжать его И еще одна комната Я думаю, это гостевая Это, получается, для гостей, который приезжает к тебе Либо для мужа, который провинился Вот такое у меня мышление Блин, мне очень нравится Это же этот... Оникс, нет? Что это за камень такой знакомый? Я понял, о чем-то, да, это имитация мрамора, типа, более современная Выглядит красиво, это самое главное Это, так называемая, здесь есть комната для ставки или для нянь Очень популярная в Дубае Вот такая комната Даже вот такая комната, как отель, здесь стоит, ну, баксов, наверное, минимум 50 80 даже Вот это красота Ну, лепота, как говорил Иван Васильевич Точнее, как говорил Иван Грозный Лепота Да Блин, тут так все ярко, так тепло, так хорошо, прям дышится То есть ты хочешь здесь просто сидеть и дышать Я не знаю, в какой машине я могу себя так же чувствовать Ну вот у меня был белый салон в М5S60 И я там, наверное, так себя чувствую И там попахивало бензином, потому что она была без катализатора А тут, ну, наверное, какой-то Rolls-Royce Либо Bentley M bipartisan с белым салоном Вот детская Тоже очень миленький Ну, я предположил, что детская, потому что здесь детские Ну, я не могу сказать, что это вычурно Это не выглядит, как, знаете, вот эти вот золотые рюшки Позолоченные какие-нибудь вязи Это все очень сдержанно и хорошо Пойдемте сюда, тут ванная Мы идем в детскую ванну Ну, блин, тоже очень сдержанно Вообще ничего лишнего нет Ничего лишнего, мне даже детей Да, даже детей нету, что хорошо Как бы комната есть, детей нет Так, и еще одна детская Сколько детей тут, просто, видимо, жена должна как-то просто пучкованием их, да? Ну, здесь для девочки постарше, мне кажется Ну, то есть, да, там два мальчика и старше девать Ну, а тут вообще какая-то грустная ванная Она прям совсем уже, ну... Кечальная ванная А здесь нет ванной, а здесь душ Ну, ванная как у ванной комнаты, я не имею в виду Это не для нелюбимого ребенка Спартанский, по-спартанский просто Старший ребенок и нелюбимый, просто вот он Да, вот это про мою старшую сестру, ладно, шутка Это еще один вопрос И он стоит столько же, сколько и тот Короче, тут цена зависит не от качества дооснащения и переделки А от количества посадочных мест Поэтому мы видим машину здесь, которая сделана, ну, из очень каких-то прям незолотных материалов Но здесь 4 посадочных, поэтому она стоит тоже больше 10 минут на футболь Но здесь не пахнет Китаем, кстати Пашин нету Я поспешила с выводами Конечно же пахнет Блин, ну что, вот что это за панель такая? Наверное, это переключение цвета к подсветке Потом здесь еще какая-то кнопка И ты опять не знаешь, к чему эта кнопка привязана Потому что она даже не подписана ничем, понимаешь? Вот тут понятно, там, атаманка выезжает О, давай посмотрим, как атаманка тут выезжает Смотри, я со своими ногами Я как бы метр шестьдесят с кепкой И просто посмотри Вот как, как здесь сидеть, ты это видишь? Только не могу тебе ноги оттуда достать Ну вот только если вот так Не, ну как раз для Китая, наверное, нормально Поросы же, они не очень высоки А может быть, это просто для детей Господи, я уже представляю, насколько эта спинка, она будет грязная Когда эта машина будет эксплуатироваться Причем здесь, наверное, есть еще обдув А нет, здесь нет обдува То есть обычно обдувается, если вот есть такая сетка Обдув идет с шеи и головы А тут это просто такая бутафория Смотрим на качество Смотри, какое шикарное качество Ну просто замечательно Что? Что вы говорите? Десять с половиной миллионов? Очень интересно Есть монитор Все, конечно же, уже на китайском И мы понимаем, на самом деле, где это сделано Это не в Европе сделано, абсолютно Это точно Китай, сто процентов Я почему-то настолько преисполнилась какой-то эмпатией к Китаю Когда я увидела машину Hi-Fi Просто она сделана, ну нереальная Это ключ от машины И эта машина называется Hi-Fi Что происходит? Ты просто посмотри на это будущее Я его вижу своими глазами Там тоже экран, кстати, мутант Где? Вот это? Нажми Ты видишь это? Просто раз, два, три Причем здесь у нас алькантара Тут у нас очень такая качественная кода И тут, посмотри, Млечный путь Из диодов Они соединили дверь от Tesla X Суисайдор от Rolls-Royce Воу Тут сложно не заметить поворотник А тут я вижу просто V-классы, которые сделаны на TAP-TAP production И это очень странно Здесь есть сейф зато И, наверное, здесь есть беспроводная зарядка, конечно Сейчас дай я найду хотя бы один классный момент Вот зарядка более-менее еще Мы можем здесь менять подсветочку Где-то она меняется определенным Знаешь, что мне нравится? Мне нравится цвет Цвет прикольный Цвет брапуса такой Но все остальное Мастер спальни Виллы за 4 миллиона баксов Вау Ах, нет Я так и знал, что тебе понравится Вот это да Ну что Покажем класс этим, которые там будут жить Так, залезаем Ну, это очень красиво Ну, хотя здесь есть арабская вязь Но она выглядит очень эстетично их мест О, это прям моя любимая тема Куда бы мы с Димой не заезжали Всегда моя часть Где всякие баночки, скляночки Вот 90% У него здесь одна зубная щетка и бритва И пена Все, все, что у него есть А у меня вот это вот все пространство И вы только гляньте вот на мелочевку Смотрите, это кран И сначала я думала, что ему как-то нужно кричить с стороны в сторону А он открывается вот так И очень, очень приятный То есть эргономика продумана гениально Мне нравится, Андрей, беру Блин, я не люблю прозрачный туалет Потому что все-таки я люблю в этом плане какой-то интим Типа ты приходишь в туалет, садишься, там хочешь уединиться, а он прозрачный Вот этот дизлайк, конечно Более того, мне кажется, как будто бы с этого ракурса и с улицы можно посмотреть, что ты делаешь Да вообще, ну да Это очень красиво О, садовню пришел Это очень круто и красиво Знаешь, когда ты приходишь в такие дома Видишь красивые дорогие машины Ты понимаешь, что ты хочешь батрачить 24 на 7, чтобы это все иметь Не потому что ты хочешь кому-то что-то заказать А потому что тебе самому приятно повысить свой уровень жизни А вот, кстати, и солнечные панели, про которые я говорила Так, и еще гардеробная тут, как я понимаю Конечно, телевизор, наверное, будет не совсем удобно смотреть Видишь, что происходит, когда окна открыты здесь Вообще, в принципе, это дубайская тема Тебе нужно будет убирать каждый день Поэтому здесь они наглухо закрываются всегда Я даже не вижу глазами, что здесь есть какая-то песчаная буря Ну, как бы ее, как бы нет, и она как бы всегда есть Я могу потом скинуть фотографии, как бы очень красивого отцвета такого на фоне заката Но на самом деле это не отцвет А это вот поднялся небольшой ветерок и поднялся весь песок в воздух Это страшный сон любой горничной Теперь я понимаю, что здесь горничная это не прихоть, это надзанность Пойдемте посмотрим гардеробную быстренько И будем заканчивать с этим домом Тут не гардероб, тут просто гараж для одежды, ребята И это все для брюликов, для часов, для колье Очень красиво Галстуки, часы, перчатки Как ни странно, я вижу периодически уже людей в перчатках Но даже у Ксении Собчак не такой огромный гардероб Она же тоже купила, да, получается, недвижимость здесь? Вообще здесь за последнее время купили недвижимость огромное количество людей Не только не из-за политических каких-то экономических событий, просто это логично То есть это и Рональдо, он, кстати, и вложился в один из проектов как инвестор Поэтому здесь сюда тянутся деньги со всего мира То есть я знаю много блогеров, которые купили здесь квартиры Потом всяких медийных лиц, светских лиц из России И в принципе много рядовых людей, которые просто понимают, что Дубай это хорошая тема для инвестиций в бизнес Да, ну надо точно знать, что покупать, безусловно Когда кто-то говорит, ой, я купил, у меня не выросло Или наоборот, кто-то говорит, что у меня выросло в пять раз Это все конкретные случаи То есть нужно понимать, что если не выросло, надо понять конкретно, что он там купил Вообще в основном растет Также есть случаи, когда кто-то вкладывал, например, в пальму, которая очень раскрученная И у них дешевело, а не дорожало Потому что очень грязная вода, например Надо застаивать за непродуманные инженерируемы Надо понимать, что в те моменты, когда закладывались эти места, еще ничего не было И чтобы ты не построил, в принципе, это бы продалось Вот сейчас новые проекты гораздо более продуманные, чем старые Ладно, это очень красиво, все замечательно И я видела еще какую-то комнату, она была с правой стороны Но такого вы точно не ожидали увидеть Это трехсотый кузак Я могу быть сейчас мистером очевидно, сказав это Но изначально это был 200-й 2009 года, белого цвета Его полностью переделали под новенький трехсотый Там новая мультимедиа Все в этих полиэтиленовых пакетах Как будто он только-только с конвейера сошел Конечно, вот эти вот шурупы шестигранненькие Просто очень жестко закрученные Это считается не в чип-тюнинг В смысле, чип от слова дешевый То есть ты можешь прокачать свою тачку, которую ты купил под Варханы, под оффроуды И это будет именно функциональный тюнинг То есть ты сможешь ездить куда-то на какие-то активности А есть именно тюнинг, как переделать тачку из 2009 года в 2021-2022 Вот просто прислушайтесь Я сейчас скажу цифру, сколько стоит сделать такую переделку 25 тысяч дирхам То есть это полмиллиона рублей То есть ты не покупаешь трехсотый А сколько он сейчас стоит? Ну, стоит космических денег А ты берешь и переделываешь свой 2009 года грузак в трехсотый за 500 тысяч рублей Вы такие цены вообще видели в Москве, в России? Я вот не видела Тем более, что выглядит это нормально Это не колхозинг То есть я бы никогда не включила эту машину, едущую по дороге От настоящего трехсотых Даша, смотри Типа семидесятый вот универсаре, да Я на сих пор не верю до конца, что это изначально был двухсотый Вот, ну купи Они когда красили тачку Посмотрите, как они ужасно наклеили обратно букву Как будто пьяный мальчик Ну не по трехсорету, можешь уже что-то склеивать Мне кажется, изначально была букву Z Но они ее решили использовать как N Не, ну это смешно, конечно И здесь даже виден тоже плей Не, ну точно, это все Теперь я убедилась точно, что раньше это была двухсотка Прикольно И резинка с ней торчит Ребята, знаете, что самое главное? То, что по документам менять ничего не надо То есть только если ты поменял цвет машины Ты должен занести эту поправку в свою СТС А так ты переделываешь полностью легально Из девятого в двадцать первый И не надо никакие коррективы вносить туда, прикиньте То есть это ты легально ездишь так У нас, мне кажется, ты настолько запаришься Даже если ты поставишь обвес на этот крузак Носить все эти правки просто задолбаешься И это причем нельзя так делать 12.51, добрый вечер В машину обозревать удобнее, согласись У меня интонация даже меняется Когда я обозреваю настолько лакжери сегмент И я становлюсь как Ким Кардашьян Такая Окей, guys And today I want to show you my new chateau That I bought in Dubai А, то есть вот В принципе функционально До третьего этажа довезет Если ты пьяный, самое то Не промахнешься Еще гардероб, еще одна спальня То есть сколько здесь спален? Раз Если считаете комнату няни, то 5 спален Даже 6 получается, да Внизу еще одна Мы сейчас с тобой не в самом каком-то В этом проекте не самая офигенно большая и дорогая вилла Мы понимаем, что это 3-4 миллиона долларов Здесь продавались виллы 20 миллионов и больше И что там понапихали, да? Если это пример просто Знаешь, нет предела фантазии Вообще, если подумать Подположим, вот я бизнесмен У меня, подположим, ну какие-то 100 миллионов долларов Место, где я живу Где живет моя семья А здесь семейный дом, дети Это, мне кажется, одно из самых важных трат Мне кажется, здоровье Место, где мы живем То, чем мы пользуемся ежедневно Должно быть Вообще, что еще покупать? Грубо говоря, от айфона До первой тачки, которую ты используешь на каждый день Конечно, да И до дома, где ты живешь Потому что это твой комфорт И уровень жизни И то, что тебя мотивирует дальше как бы улучшать и улучшать все, что есть вокруг тебя Еще один интересный факт Тут люди могут послать сюда брокера, которые посмотрят недвижимость, которые они могут купить За вот 2-3 миллиона евро и выше И это, конечно, майндблоуинг Я вообще не представляю, как можно купить недвижку, несмотря на нее Просто такой Ну, я в интернете посмотрела, мне понравилось Я могу себе это представить Вот я просто... У тебя было такое? Да, смотрите Как происходит здесь очень часто продажи Здесь есть такая концерт-площадка, называется Coca-Cola Arena Ее все знают, потому что здесь выступают звезды, приезжает Ариана На этот же стадион загоняются в прямом смысле Специалисты-брокеры, типа моей команды Старт продаж И дальше происходит борьба за лоты То есть у людей, у которых даже есть деньги, они даже дают нам чеки Им еще нужно через нас умудриться, чтобы мы смогли выбить возможность купить, например, такой лот Вот здесь мы 3 дня боролись с конкурентами, чтобы выбить именно ту ту виллу, которую мы хотели Для клиента И мы могли не успеть Кто-то с этого дистанции сошел, и мы выиграли И причем ты говорил, по секрету сказано, ребят, а большинство людей были русскими, те, кто покупал Очень много людей из стран бывшего СССР, безусловно Ну, например, на такого проекта много европейцев, потому что он понятен, просто визуально понятен Но это я к тому, что многие считают, что в России денег нет, а в России денег нет, потому что на все выводятся вот примерно в России Обвинять в этом никак не могу, полностью поддерживаю Давайте порадуемся И если мы будем радоваться, то у нас такая же хорошая жизнь будет, это мой вот, мое кредо жизненное Да, это может быть максимально не в кассу, ребят, но у меня такая небольшая минутка милоты Мы пришли в заповедник, где есть розовые фламинго Я никогда их не видела вживую Интересный факт про фламинго Почему они розовые? Не потому что они изначально такими родились, а потому что те рачки, которые они едят, имеют пигментацию розовую И из-за того, что они едят, они как бы сами по себе розовую Иржан, вставай, проснись На работу пора Мне приснилось, что мы были в красивой вилле за 4 миллиона баксов Тебе приснилось А это что? Это вилла для простых смерт? Ладно Это была офигенная подводка, которую мы только что придумали, чтобы переместиться в квартиру, которая стоит чуточку меньше, чем та вилла, на которой мы только что были Сколько она стоит? Эта квартира стоит в месяц аренда примерно 350 тысяч рублей А не, стоимость по баксу Можно точнее узнать информацию, у нас есть хозяин Ярик Сколько она, например, стоит? Покупку она стоит примерно 100 миллионов 200 дирхан Это примерно 350 тысяч долларов 350 тысяч долларов, то есть в 10 раз меньше, чем вот мы были на вилле Но это вот вариант, который можно купить, можно арендовать, можно купить и сдать в аренду И можно купить как хорошую инвестицию То, что, скорее всего, вырастет в стоимости Правильно я говорю? Да Я не брокер, я сейчас не пытаюсь вам впарить какую-то фигню, потому что много ребят интересуются такой информацией Расскажи мне, пожалуйста, вот если я покупаю, ну, счастливым обладателем такой квартиры, я получаю Dubai ID? Да, смотри, есть плюсы и минусы его получения Вот если вы здесь постоянно не живете, оно вам вообще нужно или нет? Здесь, например, можно 3 месяца, не выезжая, быть туристом Была еще раньше система, когда вы продлевали визу прямо внутри страны за деньги То есть можно было еще продлить А круглогодично здесь, ну, если у тебя нет здесь работы и постоянной жизни Ты здесь и так не будешь целый год, да? Потому что здесь летом будет 50 градусов Конечно, сложновато будет Получая Emirates ID, надо понимать, что, например, тебе нужно будет заново сдавать на права Такая странная штука То есть ты не можешь здесь по международным правам ездить, если ты получил ID? Если ты не получил ID, ты можешь Нет, если ты получил А получил не можешь, надо сдавать заново А то есть если меня остановил какой-нибудь ДПС местный, то я ему даю международные права Он меня пробивает и видит, что я местный как бы человек на ВМЖ Абсолютно верно, но у тебя просто так никто не останавливает здесь в основном камеры Рассмотрим ситуацию, что кто-то черканул машину, да, кто-то там на дороге споткнулся Обязательно приезжают полицейские, приезжают очень быстро И выясняют, у кого есть Emirates ID и есть ли права И их не обнаруживает и огромные штрафы Вот так вот, ребята, вам нужно на голову вот эта вот ответственность за... Это только один, да, пример Есть еще разные нюансы, да, например, cancellation происходит у сим-карты Она у тебя туристическая сейчас, а должна быть сим-карта резидента Есть плюсы, да, безусловно Например, что ты не можешь купить машину, если у тебя нет Emirates ID официально Да, да Если есть Emirates ID, можешь купить А вот недвижимость ты можешь... Недвижимость ты можешь покупать без Emirates ID Это основное, кстати, да, это интересно Но зато с помощью покупки недвижимости можно это Emirates ID получить Вот на этом моменте мы передвигаемся в другую локацию, чтобы было интересно смотреть Тимаси зашел в чат вместе с гуслиным бацаном Не, ну Гелику очень идет кенгуряти Мощь такая сразу чувствуется, богатырская Еще прикольно, знаешь что? У него там специальные сидушки Я открыла для себя некую новую компанию немецкого происхождения Называется Carlex Design И она производит как раз таки вот эти салоны Ну тут сразу видно, что качество другое Строчка не плавает, строчка ровненько по бороздочкам так Оп-оп-оп И все сделано куда лучше, чем это было бы сделано индусами Никаких претензий не имею к индусам И я имею претензий к качеству выполнения работ За ту стоимость, за которую они это все продают Это оригинальный 4х4 Причем нового года И я впервые его вижу Я думала, что их еще нету в природе, но оказывается они есть И выглядят они очень круто Особенно сиденья, которые делают эти ребята Насчет этой какой-то непонятной пужины Вопросы есть, но так по форме и дизайну мне нравится Прям ставлю жирный лайк, я бы себе такое поставила Такие полуспортивные ковши на гелик Но в которых можно нормально посидеть И у тебя спина не будет болеть И к остеопату не нужно будет после этого идти Can I start it? Just to hear the exhaust Он боится, что я угоню тачку Звук прикольный, да? Такой пропеллер сзади как будто Это у нас кухня Это у нас натюрморт из воды Очень красивый такой Это что, конфорка Это скромное жилье сотрудника, который работает в компании Не, просто понимаешь, что у нас за 380 тысяч Можно было бы снимать квартиру в Москва-Сити? Да, ну зачем? В хорошую квартиру Это оставим риторическим вопросом Можете снимать в Москва-Сити? Пойдем дальше Тут у нас что? Тут у нас какая-то гардеробная Я и не буду ее расписывать Блин, а вдруг она же ее спросить? Здесь очень такая аскетичная ванная комната И спальня О, блин, мне так нравится Андрей, ты прям такой Такой Радушный человек Я думаю, чтобы мы показали, как ты здесь живешь Ты должен здесь быть с женой И с ребенком У тебя же ребенок есть, да? А на этом моменте мы закрываем дверь Это в Дубае происходит крайне редко Слушай, подскажи, пожалуйста То есть так вот тебе сдавалась уже квартира? Да, да, это полностью То есть ты не запариваешься над ремонтом? Тебе не нужно платить дизайнеру отдельные бабки? Все готово уже? Все апартаменты в Дубае идут с меблировкой Встроенные шкафы, санузлы, кухонный гарнитур Давайте переместимся на балкон, посмотрим, что на балконе Здесь есть собственный бассейн Вы только гляньте Причем такой очень даже хороший бассейн Голубой с шезлонгами Такой, наверное, вы увидите только как в каком-нибудь там, не знаю, вишневый сад, ЖК Где-то вот на масс-фильме А здесь это просто обыденность, да, как я понимаю? Да А скажи, чтобы получить дубайский ID, ты должен заплатить 205 тысяч долларов за недвижку На данный момент это или вложение от 205 тысяч долларов в недвижимость Или открытие собственной компании в Дубае Или устройство в какую-то компанию А это три варианта всего, которые для получения меряется ID Есть и золотая виза, ее дают за вложение от 2 миллионов в дирхам Это примерно 550 тысяч долларов На данном этапе это так Если кто-то посмотрит этот ролик еще через год, может что-то изменится в одну или в другую сторону Еще есть нюанс, что это должен быть готовый объект И ты должен заплатить все эти деньги А в Дубае очень популярна рассрочка Поэтому недостаточно вложить 50, потом еще 10, 10, 10 Но пока все не вложишь Не получится Вот такая грустная история А что вот про маржинальность Допустим, мы покупаем вот такую квартиру за 350 тысяч баксов Сколько надо ее сдавать, чтобы окупить свои вложения? Если мы долго сдаем объект, то это от 5 до 7 процентов годовых Это уже без налогов, я считаю Это не те цифры, которые в интернете можно найти там плюс 20 процентов Это прям реальные цифры, которые ты можешь получить Потому что здесь довольно недешево обслуживание Управляющая компания, ты же сама сдавать не будешь, чтобы сдавать специальные компании И там ей нужно еще процент заставлять? Конечно Они будут заставлять себе большой, хороший процент Потому что это надо уметь сдавать Чтобы они не убили тебе ремонт Чтобы она сдавалась вообще круглый год Если ты сдаешь по месяцу, то это побольше будет Это там вот 7, 8, 9 процентов годовых У Ярика здесь, в этой квартире получается 10 процентов годовых получает хозяин Если ты сдаешь посуточно, то получаешь самый большой процент И лучше получить и больше Но посуточная аренда это самый быстрый способ убийства своей квартиры Потому что вот на Пальме, где-нибудь в самых популярных местах, на Марине сдают посуточно И можно посмотреть, какого качества Ой, ну это проходняк такой, конечно, становится Ремонт, да, в этих квартирах Учитывая, что каждый день проходят какие-то новые люди Тусовочки Да, и тусовочки Ну и все остальное Слушай, очень интересно То есть фактически за примерно 10 лет И можешь отбить полностью стоимость квартиры Да, это абсолютно реально И если быстрее Это мы сейчас считаем, что ты купил по максимальной цене Ты не покупал стройку А многие люди покупают стройку и ждут То есть, если ты купил недостроенной и взял еще раз строчку То это совсем выгодно А еще здесь такая штука есть, быстро скажу Это рассрочка после сдачи Не часто встречается, но бывает Когда ты купил вот это вот, оно достроилось И еще несколько лет ты сплатишь рассрочку То есть, у тебя уже здесь люди живут, уже тебе платят А ты можешь полностью из того, что тебе люди платят Покрывать рассрочку и забрать еще себе что-то в карман Полностью прямо не всегда получается Потому что там может не спадать цифра, которую ты должна платить И суммы, которую тебе должны Но в целом да, можно частично покрывать Иногда может кому-то дает свою помощь Это очень круто Гелики, Бентли, Роуз-ройсы, корветы C8 Даже розовые брагли Вы видите эти машины, которые просто стоят в каком-то помещении И только что мы обозревали с вами салоны Которые производятся либо здесь, либо там из Европы приводятся Но в большинстве случаев, если машина продается здесь и она с каким-то тюнингом Скорее всего, переделка салона происходила прямо вот неподалеку от места, где машина продается Мы не будем сейчас показывать, но все ребята видят тысячу раз этих Роуз-ройсов, Бентли Пойдем сразу в эпицентр событий Короче, цитаты Вот тут это все шьется Мы видим сиденье Рикара, мы видим сиденье от C8 То есть, если вы думали, что это какой-то там красивый конвейер Вот как, знаете, вот в Европе там, фабрика по производству по шиву Нет, это даже не цех, это просто помещение в промзоне И здесь все делается, здесь очень сильно пахнет клеем Мы видим просто, как здесь куски каких-то, каких-то материалов лежат, куски кожи Это очень похоже на обшивку сиденья G-класса Я просто типа диву даюсь, что машина, которая продается за 20-25 миллионов рублей Салон шьется примерно вот в таких условиях Подход может быть классный, они могут здесь классно шить У тебя просто в голове картинка как будто не складывается И здесь же шьется как раз V-класс, который мы видели Окей, тут мы не можем быть точно уверены, что все хорошо шьется То есть, может быть и V-класс, может быть и гели, который мы видели вот в крайний раз Кстати, там салон был нормальный Мы резко переместились в парк, который находится прямо под этим ЖК И этот парк принадлежит как бы этому ЖК То есть вы покупаете или там арендуете не только свою квартиру, но и как бы свое пребывание в этом парке И это очень круто, потому что здесь все сделано как будто это, знаешь, парк зарядья такой Очень похоже, кстати Расскажи, пожалуйста, ты мне говорил, что здесь какой-то список объектов по недвижимости, которые сейчас прям классно можно монетизировать Удивительным образом у меня есть такой каталог А где его можно найти? Мы дадим твоим подписчикам и тебе тоже дам ссылочку, ты все скачаешь Удивительный Андрей дает список недвижимости в Дубае, причем это бесплатный список И он дает его в своем телеграм-канале, поэтому такая полезняка, которая просто будет грех не забрать Так что все переходите в ссылку под этим видео и смотрите, что же там такое А давай еще какой-нибудь вопросик интересный, вот, обсудим перед тем, как завершать это видео Давай Тебе вообще нравится Дубай? Поначалу вообще не понравилось Я не чувствовала души Потом с каждым разом, пока я вот сюда приезжаю, 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 я чувствую, что здесь есть свой вайп Тут, блин, огромный город возможностей и нетворкинга, который находится не за океаном, а, грубо говоря, там в пяти часах полета от Москвы И это очень круто, ты чувствуешь, что ты приезжаешь сюда и ты, хочешь не хочешь, начинаешь жить лучше, чем ты жил до этого Причем не важно, сколько у тебя бабок, ты можешь приехать без них, уехать с ними, и это очень круто Ну там разные, конечно, есть способы, как эти бабки заработать Начинаем какой-то другой каталог рекламировать, не про недвижимость Спасибо тебе большое за такой экскурс, это было очень интересно И на самом деле, да, я больше про тачки, но, как вы поняли, здесь тюнинг, прокачка квартир и домов ничуть не хуже, чем прокачка машин Поэтому я думаю, что я еще вернусь сюда, еще что-нибудь буду брать на обзор в качестве вот недвижимости А может быть и на какую-нибудь яхту сделаю обзор, а может быть и на какой-нибудь самолет, поэтому все впереди Давай в лапу, спасибо большое Спасибо тебе большое А, нет, ну мы с вами еще не прощаемся, я буду делать этот лод А я прощаюсь, увидимся, пока Вот такой разношерстный видос получился, но я думаю, что он вам понравился Как минимум потому, что мы видели очень дорогой тюнинг, иногда очень оляпистый Но, тем не менее, это все компенсировалось красивыми домами, которые мы видели в этом видосе Так что ставьте свои пальцы вверх, пишите комментарии, понравилось, не понравилось, что еще снимать вам в Дубае И до новых встреч, берегите себя, пока-пока